Для начала, друзья, избирательные пункты сегодня открывались по очереди в 6, 7 и 8 утра, самые ранние по решениям территориальных комиссий, остальные в зависимости от часовых поясов, всего 10101 пункт для голосования внутри страны и 68 в 53 странах. В списках 11 950 485 граждан, от голосов которых, по идее, должно зависеть, кто станет следующим президентом страны. Напомню, что мы выбираем главу государства впервые только на один срок, на следующие 7 лет, по крайней мере, есть надежда, что в будущем ни у кого не будет соблазна оставаться дольше заявленного. Итак, что касается самого голосования, то по данным на 14 05, Центральная избирательная комиссия публикует информацию каждые 2 часа, явка составила чуть больше 51%. Если в количестве 6 113 621 человек, могу сказать, что есть некая стабильность данных, у Алматы самая низкая явка, 24%. Кстати, по этому факту уже дал объяснение глава городского избиркома, дескать, алматинцы любят поспать и вообще плохая погода. Будем ждать вечерних данных и проверим его теорию, ну а самая высокая в Туркестанской области уже почти 77%. Моя коллега Сабина Тургаева прямо сейчас находится в здании ЦИКа, где собирают информацию со всей страны и прямо сейчас расскажет, какова обстановка и как все происходит. Сабина, привет, тебе слово. Привет, Илья. Центральная избирательная комиссия – это действительно мозг, такой аналитический центр выборного процесса еще до открытия избирательных участков. Здесь уже работали десятки местных и зарубежных журналистов из самых разных СМИ. Мы вместе собираем данные, обмениваемся последней информацией со всех регионов, где также работают наши коллеги. Корреспонденты будут на местах до поздней ночи, до объявления предварительных данных экзитпола. Атмосфера и настрой у всех боевой, стараемся не упустить ни одной мелочи. Что касается самих членов ЦИК, каждые два часа они действительно проводят брифинги, где информируют о явке на текущий момент. Информация в Астану стекается из всех регионов и зарубежных избирательных участков. Объясню, как это происходит. Каждый пункт голосования отправляет информацию в ТИК, территориальную комиссию. И уже оттуда все данные собираются и аккумулируются здесь, в столице. По словам заместителя председателя Центра избиркома Константина Петрова, обмен данными происходит по телефону практически ежечасно. А я напомню, что победителем на выборах в президенты станет тот кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если, например, ни один из них не сможет преодолеть этот показатель, то согласно закону о выборах не позднее двух месяцев будет назначено повторное голосование, в котором примут участие двое претендентов, набравших наибольшее количество голосов сегодня. Говоря о новшестве этих президентских выборов в пункте «Против всех», то он не влияет на результаты. Другими словами, даже если больше половины избирателей выберут этот пункт, повторное голосование состоится из числа действующих кандидатов. Но, безусловно, это будет тревожным знаком для функционеров, которым с таким народным настроением придется работать. Например, в соседнем Кыргызстане, если больше 50% голосуют против всех, стартуют новые выборы с другими кандидатами, агиткомпанией и так далее. У нас же на текущий момент это не более чем возможность выразить альтернативную точку зрения. Следующий брифинг состоится в ЦИКе чуть меньше, чем через час, а ближе к вечеру о явке на зарубежных избирательных участках проинформирует заместитель министра иностранных дел. Так что мы свою работу здесь продолжаем и увидимся в следующем выпуске. Илья. Сабина Рахмед, я напомню, Сабина Тургаева присутствует сейчас в Центральной избирательной комиссии и рассказывала о последних событиях.